МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, директор Воскресной школы Александра Невской Лавры и романах Дмитрий Самойлов. Отец Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Очень рад вас видеть сегодня. Так же и я, отец Дмитрий. Дорогие друзья, тема нашего сегодняшнего эфира «Красота церковно-славянского языка, его величие и духовное значение». Мы принимаем звонки в студию по телефону 812-677-6244. Пожалуйста, вы можете к нам сегодня позвонить. И задать интересующий вас вопрос в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Дмитрий, хотелось бы с чего начать? С поздравления. Поздравить вас с Днем Рождения. И пожелать вам радости, пожелать вам помощи Божией и вдохновенного служения на Христовых Невах. Мне очень радостно, что вы сегодня в студии, поскольку вы были моим самым первым собеседником, когда я только начинал вести эту передачу. И сегодня особенно радостно и видеть вас здесь, и поздравлять вас. Сердечно благодарю, Михаил, за поздравления. И, конечно же, Господь, который благословляет всех нас, я думаю, сегодня будет нам помощником в нашем добром и благом начинании. Спасибо за благословение, Отец Дмитрий. Ну и начнем нашу с вами беседу. Церковно-славянский язык. Что он из себя представляет? Что это такое? Ну, говоря языком науки, церковно-славянский язык – это своего рода калька с древнегреческого языка. Древнегреческий язык или язык Нового Завета, как мы говорим, койны – это тот язык, на котором писался Новый Завет. И вот правоприемником этого языка Нового Завета является церковно-славянский язык. Именно поэтому со всей определенности можно сказать, что, пожалуй, единственным в нем и сохранилась эта богодухновенность. Ибо каждое слово, каждая буква освящена благодатью Святаго Духа. Ну, то есть мы можем говорить о том, что церковно-славянский язык, как преемник греческого, может передать все то богатство греческого гимнотворчества, которое мы имеем на сегодняшний день. Совершенно верно. Ведь неспроста Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что церковно-славянский язык – это высокий штиль русского языка. И этот же замечательный мыслитель, и, кстати, богослов, не побоюсь этого слова, он много оставил трудов в этой области, говорил, что российский язык во всем своем благолепии и красоте не подвержен изменениям будет, доколе русская церковь будет совершать словословие Божие именно на славянском языке. Вот есть такая взаимосвязь и такая духовная нить между двумя этими языками. Ну, то есть можно говорить о том, что церковно-славянский язык сегодня является таким хранителем национальных корней русского народа, который, конечно, важно знать. Совершенно верно. Ведь в чем, во-первых, значение церковно-славянского языка? Это, прежде всего, язык книжный. Это ни в коем случае не разговорный. У нас есть классификация, и согласно этой классификации первое место занимает церковно-славянский язык, затем идет литературный язык и уже наш бытовой разговорный. Так вот, функциональное значение церковно-славянского языка – быть языком церкви. В этом его первейшее назначение. Это язык Бога к человеку. Каждый народ в свое время имел свой священный язык. Так, мы знаем, во времена Ветхого Завета им был еврит. Сам Господь говорил на арамейском языке. Это язык восточных церквей. Латынь – это язык католической церкви. Ну и также Византия говорила на языке Нового Завета, как мы уже говорили с вами, древнегреческом, который, кстати, также отличается от современного греческого языка. А вот если говорить о важности сегодня, то насколько важно, что богослужение в церкви совершается именно на церковно-славянском языке, который не претерпел никаких трансформаций, ну так, в дополнение к предыдущему вашему ответу. В этом-то, в общем, его величие и значение, что он по своей сути консервативен, в хорошем смысле слова, он содержит как раз все те буквально образы, посредством которым Господь открывал себя. Ведь есть даже своего рода методики, как и в каком возрасте лучше приступать к изучению церковно-славянского языка. Можете со мной не согласиться, но учеными экспериментально доказано, что отстающие в своем развитии дети, когда начинают изучать церковно-славянскую азбуку, начинают просто опережать своих сверстников. И удивительно, что они имеют уравновешенное психологическое состояние и духовно-ориентированное мышление. Вот вам и ответ о том, как многие сейчас любят говорить. Мы ничего не понимаем в церкви. Давайте сделаем церковь понятной. Хочу сказать следующим примером. Всем известный Второй Ватиканский собор, одним из положений которого было разрешить церквам молиться на своем родном национальном языке. Пример. Франция. Древние молитвы ранее исполнялись на латыни. Но оказывается, на французском языке, на современном, их невозможно исполнить. И что получилось совершенно обратный эффект. Мы благодаря этому потеряли огромный пласт музыкальной культуры. И поэтому мы должны ценить то бесценное наследие, которое нам оставили и наши замечательные церковные композиторы, и то, что богослужение совершается на высоком слоге. Это говорит о его и значимости, и, конечно же, красоте. Да, вот тот момент, что именно высокий слог. Ведь церковно-славянский язык оставляет двоякое впечатление, когда вот впервые человек с ним знакомится. С одной стороны, как бы такой, на первый взгляд, язык какой-то уже и устаревший, да? Хотя этот язык, на котором, вот как вы сказали, и как мы знаем, никто не говорил. А с другой стороны, это же язык, до которого еще нужно дотянуться. То есть вот до его понимания, разумения тоже нужно дорасти. Совершенно верно. Чтобы понять те глубинные смыслы, которые мы можем постичь именно на православном богослужении, необходимо все-таки самим несколько возрасти духовно. И не сетовать на то, что язык непонятен, недоступен. Зачастую такими настроениями исполнена наша, так сказать, интеллигенция, которая ратует за реформу церковно-славянского языка. Но, наверное, все-таки не будем успешить с реформированием, а все-таки постараемся сохранить то бесценное, что и является собой язык. Ведь культура, менталитет народа прежде всего определяется его языком. И именно обогатить свой современный русский язык мы можем посредством церковно-славянского. Ведь это буква в духе. Сегодня на самом деле существует достаточно храмов, где именно, конечно, по благословению правящего архиерея, это в первую очередь храмы и при университетах, ключевые, так скажем, тексты, литургические, например, Евангелие, апостол, иногда псалтирь, читаются на русском языке, то есть либо в современном русском переводе, либо в синодальном. Но в то же время, если подумать, вот стихиры, это же красота невероятная, ну как их на русский переводить? Действительно потеряется ведь что-то. Очень многое даже может потеряться. Совершенно верно. И удивительно, что вот это обновленчество в церковной среде зародилось более ста лет тому назад. Ведь еще в 1906-1907 годах в земских школах было значительно сокращено число часов на изучение церковно-славянского языка. Якобы под таким благим предлогом освободить время для изучения других наук. Но к чему это привело, мы все знаем. А какие народы объединяет церковно-славянский язык? Вот сегодня является ли он вообще связующим звеном, вот учитывая то, что хотя бы славянских народов или вообще русских людей по всему миру? Конечно. Несмотря на то, что церковно-славянский язык являет собой огромные духовно-мистические смыслы, он является вот как раз связующим и объединяющим среди братских поместных церквей, которые используют в своем богослужении церковно-славянский язык. Это и Сербия. Это и Чехия, Польша, это и Украина, и Белоруссия. То есть это некогда единый славянский народ, слава Богу, имеет возможность хотя бы вот евхаристически общаться на одном языке. И, к сожалению, и по сей день многие стараются как бы поставить палки в колеса этому единству, пытаясь те языки церквей, на которых молятся наши братья-славяне, несколько упростить и сделать их, как мы говорим, в кавычках, более доступными, тем самым разрушая наше евхаристическое единство. Вот такое наблюдение, не знаю, насколько верное, но тем не менее, что легче понять языки других славянских народов, когда знаком с церковнославянским языком. И русский язык, он может разительно отличаться от польского, например, но и поляк, и русский, они поймут церковнославянский и увидят, что тут очень много общего. Совершенно верно. Видите, в чем дело. Если мы возьмем сербский язык, не так давно в нашей обители была паломническая группа, которую возглавил архимандрит Сергий, они как раз приехали из Сербии, то мы молились на одном славянском языке, то есть на церковнославянском. И мы, не поверите, с диаконом даже хотели батюшку попросить, чтобы он молился на сербском, но он сказал, что на тот момент у него не было с собой служебника. Он действительно отдает ему честь, приехал все-таки в Россию и хотел молиться с нами на одном языке. Но речь о чем? О том, что современный сербский язык после турецкого, так сказать, владычества восстанавливался именно по богослужебным церковным книгам, что и делает его, в общем-то, сродни нашему современному языку, поскольку мы являемся правонаследниками церковной славянской. Поэтому, конечно же, человек, как бы, живущий полноценной церковной жизнью, находясь, неважно, на Украине, Белоруссии или вот в тех странах, о которых мы с вами говорили, может с легкостью воспринять тот язык и, в общем-то, то наречие, которое ему будет предложено. Скажем, по-сербски десна, это право, шуица, это лево, абсолютно славянские наши десницы и шуица, то есть левая рука. А если не будут друг друга понимать вдруг, можно взять чисто слов на церковно-славянском, и сразу все будет понятно. А, в общем-то, сербский язык с нашим очень близок. Там единственное, иногда просто меняются ударения. Трава по-русски, трава по-сербски, добр день по-нашему, добр дан по-сербски, хвала, приятно, спасибо большое, благодарю. По-моему, здесь очень все четко и ясно и понятно. Вот в этом как раз единстве я и вижу залог, так сказать, добрых отношений именно вот между славянскими народами. Спасибо святым, равноапостольным Кириллу и Мефодию за то, что они сделали Безусловно, а ведь что они сделали? Ведь они фактически как бы сделали синтез, а ведь древнецерковно-славянский язык или все-таки братья-просветители сначала, как мы говорим, старославянский язык ими был изобретен на основе чего? Греческой мудрости, древнееврейской словесности и, конечно же, культуры, православной культуры Византии. Вот как раз эти составляющие и легли в основу, как мы говорим, старославянского языка. А уже, так сказать, церковно-славянский язык, это уже позднейшая, так сказать, будем говорить, его трансформация. Ну, чтобы отличать все-таки старославянский и церковно-славянский язык, хочу сказать, что старославянский язык это был литературный язык своего времени, а церковно-славянский язык это всегда был богослужебный язык. Это действительно очень важно на самом деле, что у церкви есть свой богослужебный язык, потому что когда человек в церковь входит, он видит, что чем-то это все отличается от того, что я видел на улице. Идут люди, бегут куда-то, и время тоже бежит вместе с ними, а здесь оно как будто останавливается. Все-таки церковь это такие врата в вечность. И вот действительно то, что у нее есть свой язык, до которого действительно нужно тянуться и полюбить. Кстати, как полюбить церковно-славянский язык и за что его люди любят? Ведь люди любят церковно-славянский язык, кому нравится. Именно за его пивучесть, за его метафоричность, за его поэтику. Ведь это вот вся богослужебная поэзия и является украшением нашей матери церкви. Ведь это ее язык, посредством этого языка сам Господь, как уже было сказано, общается с нами. И именно благодаря этому языку мы говорим с Богом. Ведь мы не будем дерзать Господа, приходя искренне в храм, просить о каких-то наших бытовых материальных вещах. Мы, конечно же, будем со всем трепетом, с благоговением просить прежде всего вразумление, покаяние, конечно же, милости его к нам грешным. Спасибо большое. У нас есть первый звонок на сегодня. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Да, слышим, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Молитва слова. Вот как это будет все молиться? Вот у меня молитва слова на таком слове вот мне, как вы владеет, больше приятнее. А то, что читаешь буквы на поле буквы, а вот когда вот так вот нет, а на такие вопросы. Спасибо, спасибо, Владимир, за ваш вопрос. Спасибо. Да, сердечно благодарю за такой скрупулезно подготовленный вопрос. Что касается того, откуда, так сказать, святые братья и просветители взяли алфавит. Конечно же, в основе алфавита древнегреческого это был кенийский, финикийский, прошу прощения, финикийский. То есть фактически буквы греческого языка отображают буквы финикийского, только более они уже такие стали, знаете, лишенные образа. Если финикийский язык, алфавит, начинался алиф, это в переводе бык, и было изображение быка. Значит, бет, греческая бета, это соответственно дом и так далее. То уже соответственно греческий язык альфа, бета, гамма, дельта и так далее. А вот наш так сказать современный церковнославянский язык, как я изначально говорил, был на основе сначала старославянского. Как же был старославянский язык, так сказать? Что конечно же в основе были греческие буквы, они и перешли в общем-то в наш язык, но они были наделены совершенно другим смыслом. И вот эти буквы стали боговдохновенны. Как звучит славянская азбука? Аз, буки, веди, глагол, добро, есть. Удивительно, что святые братья оставили нам некое Евангелие, то есть такое благовестие и практически полуалфавита содержит вот как раз такие смысловые образы. Как покой наш? Люди мыслите, рцы слово твердо. Как перевести? Говори слово точно. Как по апостолу. Еже ей ей ежени не да не в лицемерие впадеть. То есть никогда не торгуйся словом, никогда не ерничай, но если что-то сказал, то совершай так. Что касается вашего второго вопроса, как лучше молиться и как владеть навыком чтения по-церковно-славянски, если вам уже привычные утренние вечерние молитвы и уже как бы этот текст начитан, то вот некая такая подсказка, некий такой совет, возьмите этот тот же самый текст молитвы на церковно-славянский. Вы откроете массу интересного. Во-первых, даже ребенка, если мы будем учить церковно-славянскому, гораздо проще будет научиться читать по-славянски, нежели по-русски. Почему? Объясню. Во-первых, слово воспринимается цельно, как единый образ. Скажем, возьмем его имя и напишем его по-церковно-славянски, будь то Николай или Сергий, Михаил и так далее. Вы понимаете, он будет воспринимать это как единство. Потом мы, конечно же, расскажем ему, что это не просто красивая такая славянская вязь, а это отдельные буквы, но он уже сроднится с этим языком, он ему станет роднее. И если, скажем, мы даже возьмем, сначала прочитаем текст, а лучше все-таки начать с текста Ветхого Завета, вначале «Сотворил Бог небо и землю». мы прочитаем это по-церковно-славянски. Потом постараемся перевести своими словами, затем разберем малопонятные слова и выражения, и уже потом можно будет озвучить снова по-церковно-славянски. Через какое-то время опять пройти, чтобы у нас не было полноценного урока с обязательной постановкой оценки, а чтобы это, знаете, такой интерактив ненавязчиво. И взрослые сами поймут красоту и величие языка. И, как было в самом начале передачи сказано, увидят, что их ребенок стал развиваться быстрее и целостнее. Вот такой ответ на ваш замечательный вопрос. Спасибо, отец Дмитрий. И еще один есть к вам вопрос. Отчасти, возможно, вы на него сейчас ответили, поскольку он об обучении деток церковно-славянскому языку, тем не менее, может быть, еще что-то сможем сказать по этому поводу. вы знаете... Давайте примем звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Хорошо. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Друзья, это человек, это Семенбурга. У меня такой вопрос. Как научить ребенку церковно-славянскому языку и теперь у нас детской школе не нечего такого церковно-славянскому как ни бабушки, ни обладающие методик церковно-славянскому все-таки научить унышку церковно-славянскому любому столью. И нечего быть, пожалуйста, что я буду благодарен. Благодарите. Спасибо вам за ваш вопрос. Да, сердечно благодарю за такой вопрос. Тем более мне, как директору детской воскресной школы тоже очень важно, чтобы дети вашей воскресной школы изучали это бесценное наследие, которое подрели нам святые братья-просветители. Ну, мы вот перед этим, возможно, вы когда дозванивались говорили, что есть множество методик, скажем, сначала начать с надписания имени ребенка, потом постепенно переходить уже к словам под титлами. Скажем, Господь, насколько цельное будет восприятие этого слова, когда мы не по слогам будем его читать, а как единым, ведь Господь един. И при этом очень будет познавательно, если мы сначала вы, скажем, карандашом напишите это слово, а уже ребенок может потом сделать красивое надписание фломастерами или красками, как это, в общем-то, раньше и было, когда заглавные буквы всегда писались золотыми красками, красными, то есть выделяя как бы. И вот сколько я помню вот свои первые опыты молитвенные, и у меня был как раз молитвослов на церковно-славянском языке. И, вы знаете, как-то молитва лучше шла, когда вот не единообразный шрифт, а некая такая красочность, так называемый акростих, как мы, да, кто вот знаком с богослужением, да, каноны наутренне, как раз вот заглавные буквы, тропарей в конечном счете дают какое-то вот такое изречение. И я бы вам посоветовал посмотреть замечательные видеоуроки таких прекрасных деятелей своей области, как кандидат филологических наук Наумов, он частенько бывает на телеканале «Союз», и его преподавательницы госпожи «Саблины». Они настолько мудро и именно с методической точки зрения рассматривают все нюансы, что, в общем-то, я думаю, вам, если действительно вы искренне хотите освоить азы чтения церковнославянского языка, то можно будет посвятить уже, наверное, более, так сказать, подробно и детально обратиться к их трудам. Спасибо. Значит, с Димитрией. Теперь можно поговорить немного об изучении церковного языка, церковнославянского по богослужебным книгам, по богослужебным текстам на церковнославянском, поскольку, конечно, псалтирь, многие читают на церковнославянском языке, но помимо псалтири, ведь что у нас еще есть? У нас есть богослужебная Евангелие, апостол, Минея, Актоих, Триодии, Ермологии, Канонники, очень много всего. И как нам через все это можно приобщиться к церковнославянскому языку? Вот сразу оголтело хвататься за эти книги, я бы, наверное, так сказать, не советовал. Мы просто сможем некий естественный барьер обнаружить, поскольку мы не сможем еще до конца понять, если бы мы хотя бы жили согласно церковной традиции и, так сказать, были бы участниками богослужений, то нам было, конечно же, проще читать это на славянском, но если человек сразу приходит и хочет научиться читать, нет, это очень сложно. удивительно, но есть пример из пастырской практики одного священника, когда к нему в храм пришла преподавательница славянского языка, он, конечно же, попросил ее почитать, и она с ужасом отказалась, знаете, почему? Оказывается, она не умела читать по-славянски. Парадоксально, но наши малограмотные бабушки, поскольку они молятся, они действительно хотят беседовать с Богом на церковно-славянском богослужебном языке, гораздо проще читают и псалтирь, и другие богослужебные книги. Вот такой удивительный пример из жизни. Ну, то есть, возможно, я повторюсь, но пусть это станет лейтмотивом нашей с вами сегодняшней программы о том, что нужно молиться, да, для того, чтобы постигнуть церковно-славянский язык. Мы молимся, постигаем, Господь открывает. Ведь богопознание приходит нам не через букву, а через сердце. И богопознание это не информативность, а это наш отклик на Божий глаз. И даже если мы можем обладать массой информации, как вот та преподаватель церковно-славянского, которая в теории знала все. И мы в свое время на ИСТФАКе также изучали старославянские тексты, но вот почему-то нас не учили читать. И потом я уже на одной из лекций, ну вот прошу прощения, так сказать, мои дорогие преподаватели, если тем более смотрят нашу передачу, я на одной из лекций, забравшись высоко, значит, на последний ряд амфитеатра просто выучил по элементарной грамматике. Так что найдите для себя эту замечательную книгу «Элементарная грамматика церковно-славянского языка». Да, спасибо за такую рекомендацию, ну плюс к тому, о чем мы сегодня с вами говорили. А вот если такая ситуация, ну она тоже на самом деле довольно-таки распространенная, человек может освоить церковно-славянский язык, предположим, по часослову и даже читать за богослужением, об этом мы тоже еще скажем, да, про такое, такое постижение. Но все равно многие вещи ему остаются непонятны, как бы он постоянно рассеивается, слушая, да, как церковно-славянский язык влияет на нашу собранность, на богослужение, на молитве, и влияет ли он вообще на нее? Ведь действительно, чтобы осилить, нужно приложить усилия. Я вас понял. Вы знаете, ученые еще доказали, что церковно-славянский язык оказывается, обладает огромной защитой от как раз вот таких проявлений сил, которые мешают нам сосредоточиться на молитве. То есть, несмотря на то, что мы как будто бы ничего не понимаем и рассеиваемся умом, как бы то ни было, человек, если приходит впервые, он сразу понимает, что здесь что-то не то. Это действительно кусочек неба на земле. И надо, значит, постичь что-то высшее, чтобы приобщиться к источнику всяческих благ, то есть, к Богу. Поэтому мы должны все-таки здесь разделять одно от другого. Конечно же, когда человек, уже будем говорить, практикующий, и есть, знаете, даже в спорте такое выражение, как замыливание глаза. То есть, когда у него уже, к сожалению, наступает привыкаемость, и он уже не чувствует этой изюминки, этого вот радости от богообщения, конечно же, такой чаще подвержен и рассеивание ума, как мы молимся, и как мы знаем это из, так сказать, чинопоследования исповеди. И вот именно церковнославянский язык настраивает нас на молитву и является как раз языком молитвы. Благодарю. Благодарю, очень. Спасибо за ответ. Что касается как раз чтения в храме. Вот многие выучивают церковнославянский язык таким образом, приходя в церковь, совсем не могут прочитать. я был таким же, помню, как мне впервые дали на богослужение Часослов, сказали, иди читай. Я понял с ужасом, что я ничего не могу прочитать. Я смотрел, ну, вроде как, понятно, да, буквы знакомые, но в то же время все. И мне дали две недели владыка, ну, такое боевое крещение, чтобы я выучил. Но это было еще задолго до поступления в Духовную Академию, потому что там все-таки при поступлении в Духовную Академию человек уже должен владеть такими навыками, но тем не менее такой формат обучения, насколько он целесообразен, так скажем, да, действительно, боевое крещение. Ну, вы знаете, может быть, не совсем он эффективен, хотя он вас, я так понимаю, настолько мотивировал. Да, каждый день занимался эти две недели. это тоже о чем-то говорит, это некий такой педагогический прием. Но, говоря серьезно, скажем, вот у нас в лавре по благословению владыки наместника существуют курсы как раз церковно-славянских языка, курсы чтецов, когда люди практически с улицы приходят к нам и созов с самого начала начинают читать. Впоследствии, вот нынче, кстати, был первый выпуск этих курсов, они не то чтобы имеют рекомендацию, нет, скорее такое некое напутствие их на дальнейшее, так сказать, изучение и литургики, и других богослужебных предметов, но многие выпускники этих курсов у нас именно в лавре имеют возможность практически значит обнаружить то, что они получили за это время обучения. То есть они фактически читают за богослужением и каноны, и другие, так сказать. Да, это здорово, когда есть совершенно такая связь теории с практикой, поскольку действительно открыть сразу, прочитать невозможно, это только если действительно чудо Божие. Ну вот получилось так, что я за одну лекцию никто мне ничего не говорил, но потом постепенно, конечно же, работа над ударением, а это, кстати, отдельная тема, мне как несущему послушание к атехизатору приходится постоянно сталкиваться и, так сказать, на беседах перед совершением Таинства Крещения, потом на самих Крещениях, что восприемники, даже имея перед собой уже, так сказать, не славянский текст, а русский текст, символа веры, не могут правильно его прочесть. И какие только здесь приемы не приходится применять, чтобы их смотивировать, чтобы хотя бы они, ну пусть по бумажке, но все-таки уверенно читали. Ведь это и определенная техника. Ведь что такое церковное чтение? Это второе пение. Вот мы говорили о том, как благотворно влияет занятие церковной славянской азбукой на детей. Оказывается, зафиксированы случаи избавления от такого недуга, как заикание. Поскольку вот это чтение, когда мы совершаем такое, знаете, равномерное употребление нашего воздуха. Вы когда-нибудь видели заикающегося певца? Никогда. То же самое и здесь. Это на одной ноте, почему называется монотонно, надо читать, но мы даем возможность как бы избавиться от этого комплекса. И в этом его, вот пожалуйста, такая функция и положительное воздействие на детей и вообще на все окружающее, поскольку язык божественный не может не освящать, но не всякий язык при этом свят. Ведь есть и священные языки, извините, у сатанистов, которые действительно исполняют каждую букву, все, даже не может быть никакого отклонения, иначе их заклинание обряд не может быть выполнен. Никакого, так сказать, действия не принесет, пусть и со знакоминус. А вот язык же церкви, он освящен во первых традициях и самим Господом. Ведь он напитывает нас, он делает нас выше духовнее развития. Спасибо, спасибо за объяснение, отец Дмитрий. А вот что касается ошибок, доводится, сталкивается, вот вы уже сказали насчет ударений, бывают другие ошибки, когда человек титул не прочел, слово под титулом, и что получилось у него там, ну, как-то по-другому слово звучит. Иногда самая распространенная ошибка праведен и преподобен. Да, но вот их не так много на самом деле этих слов под титлами. Ведь что значит слово под титулом? Это слова сакрального содержания. Поэтому, конечно же, нужно повнимательнее, просто не пытаться обнаружить какую-то скорость при чтении. Ведь для нас сама по себе церковно-славянская речь, это, если хотите, было уже сказано, несколько архаично, торжественно звучит. Как может скороговорка звучать торжественно? Вот на ум приходит замечательный фильм. Иван Васильевич меняет профессию. Помните, как пытались заговорить с Иоанном Грозным? Паки-паки и же Херувимы. Вот, слава Богу, хоть он это услышал и где-то, так сказать, запомнил. Вельми понеже. Конечно, это набор звуков и совершенно, так сказать, бессмыслица полнейшая. Но, вот, о чем я хочу сказать, что очень важно, да, членораздельно читать. Чтобы это был не набор каких-то, действительно, да, непонятных звуков, а чтобы это было красивое, церковно-славянская речь, способная одухотворить каждого находящегося в храме и самое главное чтеца. Отец Дмитрий, я и многие наши телезрители знают вас как человека творческого. И мне интересно, вот церковно-славянский язык, о котором мы сегодня с вами беседуем, язык нашей церкви, очень красивый язык. Как он влияет на ваше поэтическое творчество? Ну, безусловно, он обогащает словарный запас. Как в свое время Пушкин явился проводником вот этих архаизмов и его замечательное стихотворение «Пророк», если мы прочитаем по-славянски и по-русски, это совершенно два разных текста, хотя вроде бы как и похоже, то, если позволите, наверное, несколько строчек и вам, и телезрителям, чтобы вы сами смогли наглядно убедиться, что действительно церковно-славянский язык обогащает и язык поэта. Да, конечно, пожалуйста. «Благовестите день от дне, откройте книг священных главы, кивот привечной Божьей славы, зело отраден, дорог мне, преосвященная заря, лучами радости пылает, источник благости не тает любовью истого горя». Это стихотворение, которое было написано к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, и, в общем-то, первые слова Прокимна как раз и легли в его основу. В общем-то, это, с одной стороны, и заимствование, но я считаю, что в хорошем смысле. Пусть наш язык действительно обогащается такими архаизмами. Кстати, приведу пример. Недавно мой очень хороший знакомый, кстати, насельник Александр Невский, Лавры, сдавал язык на знание русского языка как носителя. Это было необходимо ему для подачи документов на российское гражданство. И вы знаете, какие там были слова? Не каждый филолог смог бы их перевести, а человек, живущий церковной традиции, смог беспрепятственно перевести. Там были такие слова, как «Перси», «Рамина», «Ланиты», «Выя». Ему досталось как раз «Выя». То есть «Шея». Согласитесь, человек, слава Богу, является монашествующим. И ему с семинарской скамьи знакомы эти слова и выражения. А что делать человеку, который приехал из республик Средней Азии? То есть, вы понимаете, несколько завышена планка, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, нужно подтягиваться всем нам. Ведь я с уверенностью могу сказать, что процентов 50 телезрителей вряд ли смогли бы ответить и на половину вопросов. Сейчас, знаете, популярен формат в разного рода средствах массовой информации. Это очень, так сказать, притягивает внимание разного рода тесты. И вот есть такой ресурс «Арзамас». На этом ресурсе есть курс «Основы православной культуры», что очень ценно на самом деле и очень интересный такой, очень адекватный и очень информативный курс. И в рамках этого курса периодически появляются разного рода тесты. Вот там, например, насколько хорошо вы знаете Библию? И там 30 вопросов, и можно проверить свой уровень, начиная от Адама и Евы, это уже совсем ничего не знаешь. Ну, потому что они же были в самом начале прародители до библеиста. Вот библеист это уже 30 из 30. Вот было бы здорово, если бы кто-то сделал подобный тест на церковно-славянском языке, может быть, приложение, да, может быть, вот в рамках такого вот курса, и там действительно, если ошибаешься, то правильный ответ все равно показывается, что вот так-то, так-то. И этот формат обучения, на самом деле, ну, мы знаем, что формат тестов, он такой современный, знакомый нам, он весьма имеет право на жизнь и весьма, так сказать, хорош. Согласен. Поэтому, дай Бог, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Совершенно верно. Я бы искренне посоветовал, может быть, и нашим представителям Министерства образования все-таки задуматься о том, что сокращение часов изучения русского языка это пагубно. А если бы мы дерзнули обратиться, тем более, мы сейчас имеем православного министра образования, с такой просьбой, чтобы ввести хотя бы факультативно, я уж не говорю, что в обязательном порядке церковно-славянский язык, мы бы смогли бы настолько возрасти как духовно, так и в культурном плане. Ведь удивительно, но в мусульманских школах изучают староарабский язык, а в еврейских школах изучают еврит. В европейских школах изучают греческий и латынь. Только почему-то у нас в России не изучается церковно-славянский язык. Тот древний пра-язык, которому мы должны сказать огромное спасибо. Ведь благодаря ему и мы как нация, как народ сохранились. Ведь русский это не значит, что ты этнически принадлежишь вот к этой группе. Русский это значит, ты носитель богатейшей культуры православия. Любой принявший православие может сказать, что он русский. Так что все-таки я думаю в этом и величие и красота и духовная значимость нашего языка. Ведь язык в переводе со славянского означает народ. Как будем же мы таким крепким народом, который живет согласно со своей совестью и конечно же верен Богу и заветам наших благочестивых предков. Хочется сказать аминь. на этих словах очень ценно спасибо отец Дмитрий. У нас остается время для пожелания нашим телезрителям. Конец передачи. Михаил, я сердечно благодарю вас за то, что вы сегодня пригласили меня в мой собственный день рождения. Я делю и с вами и со всеми телезрителями, которые нас смотрят эту радость. Я сердечно благодарю своих родителей, Бога, которые даровали мне возможность совершать свое служение в церкви. И, конечно же, я бы хотел посоветовать всем жить согласно нашим, как уже было сказано, заветам. И стараться как можно чаще прибегать к этому бесценному наследию, который является собой церковно-славянский язык. Ведь он и наш охранитель, тем более и мы должны быть охранителями этих бесценных традиций. Он является языком Бога, обращенным к человеку. Так будем же и мы наполнять свои уста и свои сердца этими благими глаголами. С Богом оставайтесь, всем ангелам-хранителям, сердечно еще раз всех вас благодарю. В свою очередь и я благодарю вас, отец Дмитрий, за сегодняшнюю очень интересную и важную беседу. Радуюсь, что вы в свой день рождения действительно присутствуете сегодня здесь, мы с вами общаемся и представляете, вот вы пришли в гости на студию телеканала «Союз» и можно сказать, что у вас же встретят сегодня с нашими телезрителями, в первую очередь, представляете, сколько на вашем дне рождения сегодня гостей, удивительно, даже я не знаю, но мы не не ожидал, что именно 23-го, когда вы мне говорили, что будет 25-го, я сначала не передал значения числа, а потом, когда посмотрел, что 25-го это воскресенье, а по воскресеньям Санкт-Петербург не вещает, вот, несколько сначала стушевался, но потом я понял, что это, наверное, знак, так что искренне еще раз всех благодарю, ну, наверное, вот такое у нас сегодня с вами получилось замечательное рассуждение. Слава Богу. Ну что ж, будем прощаться. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были и романах Дмитрий Самойлов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Дмитрий Самойлов и до новых встреч в эфире. И до новых встреч С вами был Игорь Негода.